Всем привет, с вами Информ ТВ. Советская певица Ксения Георгиади рассказала, как в юности мечтала покорить столицу России. Желая получить известность в качестве певицы, Ксения прибыла в Москву в 1968 году. Отец девушки был категорически против порыва Ксении стать певицей, но это не остановило талантливую особу. Попытки поступить в музыкальный вуз не увенчались успехом. Георгиади не набрала нужное количество баллов. Благодаря отношениям с композитором Ксении удалось поступить в мастерскую эстрадного искусства. В 1978 году она победила в известном конкурсе Советского Союза с песней по жизни. В связи с этим событием она стала популярной звездой советского масштаба. Появились важные знакомства. Ксения чаще появлялась на сцене и ее приглашали на радио и на телевидение. В 70-е годы она успешно гастролировала по всей России, имея все, что мечтала – и славу, и успех. Как вспоминает певица, все в один момент рухнуло. И тому виной София Ротару. Конфликт между певицами начался из-за песни «Ожидание». Данную композицию каким-то образом подарили Георгиади и одновременно Ротару. На «Голубом огоньке» Ротару исполнила песню, а на следующий день все услышали эту же композицию в исполнении Ксении. Георгиади утверждает, что именно этот случай повлек за собой шлейф неудач и завершение карьеры Ксении. Женщина уверена, что важные связи Ротару были отправной точкой всех неудач певицы. Постепенно ее убрали со сцены и перестали приглашать в эфиры. Две звезды не смогли поместиться на одной сцене. Закрылись все двери к успеху. Популярность уходила от Ксении быстрыми шагами. За этой неудачей последовала иная. Брак Георгиади был расторгнут, и женщина осталась одна с ребенком. В 80-х Ксении предложили переехать в Грецию в качестве артистки и певицы. Георгиади без сомнения согласилась. После этого родина Ксении совсем забыла народную любимицу публики. Вернуться домой женщине пришлось после курьезного случая с дорожно-транспортным происшествием. Тезке Ксении не стало из-за автомобильной аварии, и все посчитали, что ушла из жизни та самая певица. Эта роковая случайность снова позволила напомнить о себе. Ксения сообщила, что находится давно уже на пенсии, но, несмотря на этот факт, ее вспоминают и приглашают на уступление. А как вы считаете, правильно ли сделала София Ротару? Пишите в комментариях. Если вам понравилось наше видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и жмите на колокольчик. Удачи!